Взялось об этом крепче журналистов. 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 Я могу рассказать о всех вопросах, которые, если вам это интересно. Затем мы обсудили вопрос, связанный с работой пункта пропуска ПСОВ. В том, что мы должны создать условия для свободного передвижения людей, товаров и услуг через пункт пропуска ПСОВ. Мы должны одновременно усилить границу Абхазии, восточную границу Абхазии с грузинским государством. Это предусмотрено договором, но в настоящее время пункт этого договора в полной мере не реализован. Мы говорили на эту тему. Актуальность этого вопроса сохраняется. В этом вопросе президент Российской Федерации разделяет наши подходы. Были даны соответствующие поручения. В том числе поручения, связанные с капитальным ремонтом старого пешеходного моста. Мы с этого начнем. А потом есть там комплекс мер, которые необходимо реализовать, с тем, чтобы в течение ближайших двух с половиной лет, я думаю, это уже в 2023 году, там должно быть минимальное количество контрольных служб. Конечно, в целях безопасности там будут некие службы, которые будут в случае, если они будут располагать оперативную информацию, осуществлять выборочный контроль. Но это как бы не делается в течение короткого времени. Если бы эту задачу можно было решить очень быстро, она должна была бы давно уже быть решена. Кстати, в договоре прописано, что эта задача должна была быть решена еще в 2017 году. Но, как известно, сделать этого не удалось, потому что с этим связаны ряд других решений. Это большая системная комплексная работа, которая требует и времени, и усилий, и умений. Этим мы занимаемся, мы будем заниматься. Считаем важным данный вопрос. Речь идет о гражданах Абхазии, о гражданах России. Более чем 98% лиц, которые пересекают эту границу, это граждане Абхазии и Российской Федерации. Их несколько миллионов, большая цифра. И мы должны создать более комфортные условия. Мы заинтересованы в том, чтобы человеческий поток на пункте пропуска только увеличился. Это наш союзник, это наши близкие друзья. И мы должны в этом ключе работать более активно. Это был второй вопрос, который мы обсуждали с президентом России. Далее, неоднократно вы, наверное, слышали о том, что абхазская сторона поднимала вопрос о капитальном ремонте и функционировании Сухумского аэропорта. Задача до сих пор не решена. Она упирается в ряд проблем. Если проанализировать, тут есть и внутрополитический аспект, есть внешнеполитический аспект. Здесь должна быть экономика, потому как перевозка людей – это, в общем-то, бизнес. Мы должны создать благоприятные условия для того, чтобы аэропорт начал функционировать. Это возможно. В некоторых случаях, уважаемые коллеги, я буду повторяться, потому что наши проблемы в чем-то схожи. Многие помнят, что еще в 2010 году старый терминал был отремонтирован. Мы тогда были близки к тому, чтобы Сухумский аэропорт запустить. Но это было 10 лет тому назад. С тех пор ситуация откатилась назад. Но актуальность сохраняется. Мы в этом заинтересованы. Есть структура, бизнес-структура, даже российская, которая в этом не заинтересована. У них тоже есть определенное влияние. Поэтому для меня было важно услышать точку зрения главы российского государства. Он разделяет наши подходы в этом деле. Дал соответствующие поручения. Нам необходимо поработать. Каждый из этих вопросов требует повышенного внимания со стороны президента Абхазии. Не получится в телефонном режиме, сидя в городе Сухум, решать эти вопросы. Вот сегодня уже прилетел на территории Абхазии, находится первый заместитель генерального директора Росавиации. Это чтобы вы понимали, как быстро работает механизм в аппарате президента Российской Федерации. Сегодня уже начнутся переговоры. Я не знаю, какого количества времени это потребует, но мы будем информировать нашу общественность. Мы будем рассказывать вам о том, как будут обстоять дела в этом направлении. Я обращаюсь, пользуясь случаем, к нашим гражданам. Надеюсь, что они в случае необходимости будут нам помогать в решении этого вопроса. Возможно, придется принять ряд законов. Необходимо будет усилить меры безопасности. Кстати, это будет иметь отношение и к изменению режима работы пункта пропуска в СОУ. Есть вопросы взаимосвязанные. Из одного вопроса проистекает другой. Мировая практика с такими проблемами неоднократно уже сталкивалась. Мы будем этот опыт перенимать. Поэтому актуальность этого вопроса сохраняется не только для нас, но и для руководства Российской Федерации. Я надеюсь, что мы найдем в себе силы, волю для того, чтобы дело довести до конца. Это потребует несколько лет. Но мы будем добиваться этой цели. Следующий вопрос, который мы обсуждали на встрече с президентом Российской Федерации. Это вопрос, связанный с проблемой обеспечения населения Республики Абхазии с электроэнергией. Я хотел бы вас проинформировать о том, как обстоят дела на сегодняшний день. Некоторые вещи, они очевидны, и вам понятно, вы это видите. Мы сегодня живем в условиях верного отключения. Почему так получилось? Вот на сегодняшний день, за январь, февраль и несколько дней марта 2020 года, мы уже задолжали Российской Федерации около 600 миллионов рублей за электроэнергию. Мы не можем это оплатить, у нас нет денег, мы им задолжали. Вы, наверное, знаете о том, что, или не знаете, я вас информирую, тот объем электроэнергии, который мы должны получать с Ингургес, у нас соотношение 40% к 60%, этот объем нами уже выбран в октябре месяце. Сейчас мы выбираем электроэнергию сверх установленных договоренностей. Весной будущего года, в феврале где-то будущего года, станция становится на несколько месяцев на ремонт. Нам нужна электроэнергия, и у нас нет других возможностей, кроме как помощь с российской стороны. И я его об этой помощи просил. Стоимость этой электроэнергии, исходя из объема потребления, более чем полутора миллиарда рублей. Итого, помощь состоит, если ее выразить в цифрах, это более двух миллиардов рублей за долги, которые уже накопились, и до мая будущего года. Владимир Владимирович обещал в этом вопросе помочь, дал соответствующее поручение. Но мы говорили об энергетике, мы вышли за рамки этой помощи. Ситуация в энергетике усложнялась на протяжении многих лет. Еще в 2013, 2014, 2015 году есть документы, руководители Черномороэнерго писали о том, что состояние сетей находится в аварийном состоянии, близко к аварийному. Необходимо принимать меры. Но энергетика – это отрасль. Электроэнергия – это товар. Его нужно или производить самому, или приобретать. Я вот взял один материал. Есть страны, которые не производят электроэнергию, а приобретают. Та же Южная Осетия не имеет генерации. Она приобретает за 2 рубля 70 копеек. У нас тариф в Абхазии стоит 40 копеек. Но нет такой страны на территории Советского Союза. Нет в Европе такой страны, где тариф стоит 40 копеек. Кто-то может сказать, что и таких зарплат нет. Но у нас средняя заработная плата небольшая – около 10 тысяч рублей. Тариф на электроэнергию – 40 копеек. Но вы знаете, средняя заработная плата в том же Краснодарском крае – около 30 тысяч рублей. А тариф там 2 рубля 70 копеек. Даже если вот эти соотношения выдержать, более того, мы имеем картину, когда эти 40 копеек не оплачиваются. У нас за 25 лет накопилась задолженность перед энергетиками в объеме 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Кстати, 800 миллионов рублей, более 800 миллионов рублей – это долг, который накопился после 2017 года. И это накопление связано с таким бизнесом, как производство криптовалюты. Вы, наверное, знаете о том, что этот бизнес был в Абхазии запрещен. Но я располагаю материалами из Государственного таможенного комитета. Только за 2018, за 2019 и 2020 год, за 2019, да, и первая половина 2020 года завезено оборудование более чем на 80 миллиардов рублей. Завоз оборудования не был запрещен. Саму деятельность запретили. Завоз оборудования никто не запретил. Запретные меры не были реализованы. Деятельность – это запрет на силу декларативных характеров. Реально его не смогут никто запретить. Люди этим занимались, ставили. И при наличии свободной электроэнергии этот бизнес неплохой, наверное. Люди работают, ставят аппаратуру, получают какие-то деньги. Это, наверное, неплохо, с одной стороны. Но это не должно происходить за счет того, что кому-то не хватает электроэнергии. Чтобы было понятно, принято постановление правительства. Запрет оборудования, ввоз оборудования запрещено. Сейчас хотят изучить вопрос, связанный с легализацией этой деятельности. О чем я говорю? Какие-то объемы электроэнергии в определенных районах Абхазии можно отдать под этот вид бизнеса. Система позволяет. У нас нагрузка сетей в каждом районе разная. В Сухуме у нас критическая нагрузка. В Гаграх она близка к критической. В Кудауте она высокая. В Восточной Абхазии такого нет. Там в меньшей степени концентрация и населения, и промышленных предприятий. Поэтому к этому вопросу мы решили подойти дифференцированно. Там, где это возможно, на определенных объемах, с учетом того, что покупаются технические условия. Безусловно, оплачивается установленный тариф. Ставится счетчик. Там, где это не навредит остальным. Но таких мест немного. Из того объема, который мы сегодня потребляем, относительно безопасности для нашей системы, мы можем под этот вид деятельности отдать около 200 миллионов киловатт-часов. Это максимально, что мы могли бы отдать из 2 миллиардов киловатт-часов, которые мы получаем в нашу энергосистему от генерации. Не более того. Еще раз подчеркиваю, в определенных местах, на определенных условиях, в постановлении Кабинета Министров, которое принято, сказано о том, что в случае энергодефицита, в случае осуществления перетока, тариф может быть пересмотрен. Я сейчас хочу сказать, проинформировать наших граждан. Вот как только у нас будет переток, цена перетока будет... Понятно, это 2 рубля 70 копеек минимально. Чуть дороже, наверное, будет. В тех местах, где эта деятельность будет разрешена, цена будет складываться из этой цены, плюс стоимость самого перетока. Мы вынуждены таким образом поступать. Я хотел бы, чтобы наше население отнеслось к этому с пониманием. И без деятельности майнеров в энергетике критическая ситуация сложилась несколько лет тому назад. Но вы, наверное, помните о том, что парламентом был принят закон об энергетике, который запрещает инвестиции в энергетику. Я был один из тех депутатов, который за этот закон не голосовал. Вот сегодня у нас стоят 3 станции, 3 перепадные станции. От того, что они стоят полуразрушенные, это никому не приносит пользу. Если эти станции были бы восстановлены бизнесом, и они занимались бы там этим майнингом, оплачивали бы тариф, платили бы налоги, это, безусловно, было бы подспорьем, это было бы правильно. Но тот закон, который мы приняли, который запрещает инвестиции в энергетику, неважно, частные инвестиции, государственные инвестиции других государств, тоже России, просто запрещает. На этих условиях будет очень сложно работать. Наша энергетика нуждается в очень серьезных финансовых вложениях. Такими деньгами мы не располагаем. И нам необходимо будет искать здесь решение, которое устроит Абхазскую сторону. Мы вынуждены будем привлекать инвестиции. Если мы привлекаем инвестиции, значит, мы должны инвестору что-то предложить. Ему должно быть это интересно. Мы не можем привлечь заемные средства, кредиты в нашу энергетику, ее восстановить, потом продавая населению вернуть. Тариф наш не позволяет. Поэтому вопрос, связанный с восстановлением нашей энергетики, это очень серьезный вопрос. Мы в этом ключе будем безусловно работать. Если бы проблему энергетики можно было решить очень коротко и быстро, я думаю, что люди, которые руководили энергетикой, отраслями, они тоже хотели эту проблему, видимо, решить. Но не получилось. Не так-то это просто. Тут же у меня есть определенные основания полагать, что найдутся люди, которые захотят этот вопрос исключительно политизировать. Это непродуктивно. Мы можем остаться без света. Это плохо, когда свет отключают в течение дня несколько раз. Но если не предпринять эффективных мер, а они дорогостоящие, то с энергетикой в дальнейшем может быть еще хуже. Поэтому я ситуацию не драматизирую. Мы можем посмотреть, как вопросы решались в других странах. Мы не можем выработать в рамках Абхазии уникальную экономическую модель и подчинить этой модели всех. Так не получится. Есть определенные правила, они носят абсолютно универсальный характер. Некоторые особенности мы можем себе позволить, но они будут носить исключительно локальный характер. Поэтому люди работают над этим. Проезжали специалисты с Министерства энергетики Российской Федерации. Они осуществили технический аудит состояния нашей энергетики. Для того, чтобы наша энергетика работала в безаварийном режиме, есть, скажем так, определенные допустимые допустимые единицы износа или степени износа. До этого даже, чтобы ситуацию довести, нужно в энергетику вложить около 5 миллиардов рублей. Состояние нашего бюджета вам известно. У нас, собственно, доходная часть бюджета в этом году, это 5,5 миллиардов рублей. С учетом пандемии мы в лучшем случае соберем 4,5 миллиарда рублей. И 80 процентов, я извиняюсь, и огромный процент из этих денег это заработная плата. Понятное дело, что мы эти деньги инвестировать в энергетику самостоятельную не сможем. Такова объективная картина. Я не хочу ни на кого кивать. Но положение вещей такое. Это проблемы, которые накапливались годами. Этот вопрос мы обсудили. Президент России обещал нас в этом вопросе поддержать, но сказал, что вопрос энергетики необходимо решить раз и навсегда. Есть определенная форма. Или вы его производите, вы находите инвесторов, договариваетесь с ними, берете заемные средства. Я, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к нашим гражданам. Уважаемые граждане, 40 копеек это немного. Но мы эти 40 копеек не оплатили. И приходит час расплаты за это. Надо делать нам выводы. Дальше. Я, по-моему, оговорился. На 80 миллионов рублей оборудование ввезено в Россию за 18-19 годы. Это данные Государственного таможенного комитета оборудования по производству криптовалюты. Дальше. Энергетическое обеспечение нашей страны это, безусловно, задача очень важная. У нас нет газа. Я просил президента Российской Федерации подготовить письмо оказать нам содействие в газификации Республики Абхазия. В 2010 году этот вопрос поднимался к Сергею Васильевичу Мбагапшу. Были определенные проговоры. Я объяснил, рассказал, как у нас картина сказывается в электроэнергетике, что нам нужны мощности, что мы планируем развитие нашей экономики. А развитие нашей экономики это и электроэнергия, и газификация энергоносителей. Соответствующие поручения для того, чтобы проработать вопрос и подготовить предложение, были розданы. Поэтому этой проблемой мы тоже будем заниматься отдельно, целенаправленно и системно. Вы, наверное, помните о том, что в 2010 году на восстановление железной дороги из Российской Федерации был получен государственный экспортный кредит. Сумма кредита – это около 2 миллиардов рублей под 2,5% годовых. Мы часть этой суммы выплатили, значительная часть суммы еще остается. И ежегодные платежи – это более 100 миллионов рублей в год. Это существенная нагрузка на наш бюджет. Мы обсудили с Владимиром Ильичем этот вопрос, в том числе и этот вопрос. И президент России дал поручение соответствующим ведомствам с тем, чтобы они подготовили предложение для того, чтобы этот вопрос решить окончательно. Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать следующее. Вот была такая практика, когда деньги на инвест-программу, которую отпускали, на протяжении многих лет абхазская сторона в силу разных причин не могла ее освоить. Вот, например, в 2015 году изначально предполагалось, что на инвест-программу российская сторона была готова выделить более 5 миллиардов рублей. На самом деле, в 2015 году наши освоили 450 миллионов. Вот тогда была возможность погасить эти деньги, перенаправить. Как это за электроэнергию неоднократно? Просто нужно было вопросы ставить. Как я это понимаю, мы этот вопрос обсудили, и я очень рассчитываю на то, что этот вопрос будет решен положительно. Дальше вы проинформированы о том, что в рамках большого договора граждане Абхазии имеют возможность проходить лечение по медицинским российским страховкам. Как докладывал министр здравоохранения здравоохранения, более 50 тысяч граждан владеют такими страховками. Это очень существенная поддержка. Это огромные деньги. Люди пользуются. Для нас это большие очень деньги. И вот наш союзник в этом вопросе нам помогает. Но есть такие виды заболеваний, когда по страховке сложно. Например, это связанные с инсультами, с инфарктами, тогда, когда помощь необходимо оказать в течение часа. По мнению наших специалистов, врачей, а я этому мнению склонен доверять, нам необходим специализированный современный кардиологический центр. Соответствующие аргументы были и доводы озвучены, изложены в письме. Мы эту проблему тоже обсудили с президентом Российской Федерации. Российский президент Российской Федерации эту идею поддержал и дал соответствующие поручения ведомствам с тем, чтобы дело довести до конца. Далее. Вы, наверное, знаете о том, что в 2015 или 2016 году было подписано инвестиционное соглашение с тремя российскими банками. В рамках этого соглашения в Абхазию поступило 1 миллиард 200 миллионов рублей. Инвестиционное соглашение, в соответствии с которым ряд бизнес-проектов в Абхазии был профинансирован на 1 миллиард 200 миллионов рублей. В силу разных причин там есть проблемы. некоторое или значительное количество этих объектов пока не функционирует, но есть определенный опыт. Вот гостиница напротив Леона, которая стоит в рамках этого проекта, гостиница, которая стоит на берегу Басла, это тоже в рамках этого проекта. И так, там их около одного десятка. Эта программа в настоящее время завершена. Но остались проблемы, но эти проблемы можно решить и нужно их решить с учетом тех ошибок, которые были допущены в ходе реализации этой программы. Я просил президента Российской Федерации возобновить эту программу. Соответствующие поручения тоже были даны министерствам, ведомствам, банкам, банкам, и мы начнем в этом ключе работать. Конечно, есть проблемы. мы столкнулись, мы эти проблемы знаем, мы уже знаем, как выстроить отношения, если все получится должным образом, выстроить отношения таким образом, чтобы таких проблем не было. Мы за то, чтобы очень заинтересованы в реализации этой программы, потому как это развитие экономики, это довольно рабочие места и так далее. Вот в этом вопросе тоже мы на этом этапе имеем поддержку главы российского государства. Далее, уважаемые коллеги, вы, наверное, проинформированы, вы интересуетесь этим, наверняка знаете о том, что в этом году граница была закрыта из-за пандемии, туристический сезон носил усеченный характер. Все это, в конечном итоге, имело негативное воздействие в целом на экономику. Из прогнозируемых нами запланированных в государственном бюджет 5,5 миллиардов денег в собственной доходной части, мы, наверное, в лучшем случае можем собрать 4,5. И есть выпадающие расходы. В основном наш бюджет, наша доходная часть, это социальные и публичные обязательства. Мы не имеем возможности, пока наш бюджет направлять на развитие экономики и так далее, собственную доходную часть, это заработную плату. И вот приезжали специалисты из Российской Федерации, из Министерства финансов России, и мы провели расчеты, какого количества денег нам не будет хватать. Мы попросили российских специалистов только потому, что деньги планируем просить у них, и они должны быть уверены в том, что наша цифра обоснована, что за этой цифрой не стоит ничего, кроме правды. И вот мы вышли на определенную цифру, она известна, и я просил президента России нам в решении этой проблемы помочь. И он тоже соответствующим образом отреагировал, дал соответствующее поручение министерствам и ведомствам, и мы очень рассчитываем на то, что эта проблема будет решена. Вот те конкретные вопросы, которые ставил я перед президентом Российской Федерации. Но мы обсуждали и другие вопросы, вы можете задавать уже сами, интересоваться, и я вам буду рассказывать Сейчас Манана Гургуля, затем Нисфа Аршба, готовится Анжела Кучберя. Если позволите, я бы вернулась к вопросу об энергетике, потому что это сегодня очень болезненный и очень активно обсуждаемый в обществе вопрос. Как вы думаете, только ли объективные причины мешают решению этой проблемы? Есть ли какие-то еще и субъективные причины или какие-то административные просчеты, личностные просчеты, из-за которых вот такая неприглядная ситуация? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы подписывали указ о работе Конституционной комиссии. Как вы думаете, когда она начнет работать и какие, на вас взгляд, должны быть первостепенные задачи в ее работе? Вот по первому вопросу, есть ли тут субъективный фактор? Я так правильно понимаю, да? Ну, как вы думаете, если на протяжении многих лет мы знали о том, что система даст свой, что она находится в аварийном состоянии, это не являлось новостью. Вы, наверное, слышали о том, что у нас есть проблема неплатежей, что люди не платят эти 40 копеек, еще до того, как появилась тема майнеров. Вы помните, когда в 2013 или 2014 году, я уже не помню точно дату, значит, была попытка повысить тариф на 20 копеек. Какая была на это реакция? Ну, есть тут субъективный фактор? Ну, наверное, есть. института, тут я проверну такую аналогию. Когда человек болен, его привозят к врачу. Врач добросовестно выполняет свою работу, и на первом этапе пациенту это не нравится. Я это хорошо знаю, потому что больно. Сегодня больно для того, чтобы завтра не было боли. Нам придется принимать, мы не можем это откладывать, потому что видимо была боязнь последствий за непопулярные решения. Ну, вы знаете, вот, наверное, некрасиво или неприятно видеть всегда правду. А правда такая, энергетика в аварийном состоянии. Представьте себе трубу, по которой течет вода. Эта труба состоит из огромного количества повреждений. Ну, вода идет кое-как. Должно пройти 10 литров, приходит 2 литра. Все это рассыпано, розвито и так далее. У нас в энергетике такая картина. Нам необходимо ее восстановить. Для этого нам нужны деньги. Мы должны к этой проблеме подойти спокойно, без эмоций. Журналисты освещают нашу встречу, освещают проблему, имеют право задавать такие вопросы. И хорошо, что вы это делаете. Но у нас в этой теме не должно быть людей, которые в этом не разбираются, а хотят на этом нажить политический капитал. энергетикой. У нас проблема с энергетикой носит давнишний хронический характер. Мы сегодня вынуждены принимать такие меры. Те, которые не будут требованием подчиняться майнеры, они не то, что будут отключены, они будут лишены возможности этим заниматься. Этой деятельностью в Абхазии будут заниматься только в тех местах, которые установят Черномор энерго, там, где это возможно, так, чтобы это не мешало остальным. Это небольшой объем, и такие места есть, такие места будут определены. Соответствующее поручение будет дано Министерству внутренних дел. Мы будем в этом вопросе бескомпромиссны. Конечно, человеческие факторы есть. Есть факты, когда приходят и отключают, а потом они же приходят за деньги и включают подкуп, коррупция, продажничество. Все это безусловно есть. Никуда это не делось. За такое короткое время невозможно было это изменить. Такое тоже, к сожалению, Манана есть. К сожалению. Следующий вопрос у вас был, он был связан. Комиссия по конституционной реформе приступит к работе в ближайшее время. Я, видите ли, на 22 дня выпал, так получилось. Я думаю, что это произойдет. в конце ноября, в декабре мы не будем решить, мы не будем спешить с работой этой комиссии. Комиссия должна все тщательно изучить. Это должен быть образец профессионального подхода к делу. Что пересматривать, в каком объеме и так далее. Слава Богу, эта комиссия, на мой взгляд, состоит из людей авторитетных и понимающих, что им необходимо сделать. И они эту работу будут делать. Аслан Георгиевич, вы вполне подробно рассказали о своей встрече с Владимиром Путиным, о вопросах, которые обсуждали, но все же оговорили, что было еще ряд вопросов. И вот в связи с этим мой вопрос. По непроверенной информации вы все же обсуждали вопрос возможности открытия сквозного железнодорожного сообщения. более того, насколько вот эта инсайдерская информация верна, не знаю, была договоренность о том, что и Грузия, и Армения, которая, собственно, просила об этом железнодорожном сообщении, дала свое согласие. Насколько это правда, если это так, в каком виде это все будет работать. И второй вопрос, если позволите, значит, на прошлой пресс-конференции, на своей первой пресс-конференции, вы говорили о том, что вопрос гражданства Российской Федерации для жителей Республики Абхазия в ближайшее время как бы будет разрешен. Какие подвижки в этом вопросе? Ждать ли нам этого гражданства тем, у кого его нет? Эта встреча была полезна не только в плане решения практических проблем Абхазии, а еще в плане моей личной информированности. Она была очень для меня интересна. Мы в свое время на уровне высоких руководителей обсуждали возможность транзита. Обсуждали. Я хочу еще раз подчеркнуть между намерениями и результатом огромное расстояние. Намерения были всегда, а результат бывает не всегда. Это я помню, я хочу, чтобы вы это знали. Но все же начинается со слова, да, сперва было слово. Мы говорим пока о том, что было на уровне обсуждений. Конечно, мы говорили о событиях, которые происходят вокруг Карабаха, о том, что эти события очень много изменили и изменят. В связи с этим возможен транзит. Значит, при благоприятном стечении обстоятельств транзит возможен. в ближайшее время ситуация станет более очерченной, более понятной. Поэтому я думаю, что мы к этому вопросу вернемся. Чуть позже посмотрим, что будет происходить вокруг Нагорного Карабаха. Очень много было вопросов, связанных с обеспечением безопасности Абхазии, России. Какие отношения мы в этом ключе должны выстраивать? Стал ли мир более безопасным, более прогнозируемым, более гуманным? Как выяснилось, не совсем. Или так не стало? Я пользуюсь случаем, хотел бы вам рассказать, наверняка вы это знаете. Вы помните период распада Советского Союза, когда президентом был Михаил Горбачев, когда говорили о том, что если вдруг случится так, что военный блок Варшавский договор был такой, он распадется, то распадется еще блок НАТО. Варшавский договор распался, как известно, блок НАТО не распался. Потом они говорили нашим российским друзьям о том, что НАТО не будет расширяться ни в каком виде. Наша линия раскола проходит через идеологию. Нам мешает жить то, что есть люди, которые исповедуют коммунистическую идеологию. Она опасна. Нет коммунистической идеологии, а блок НАТО расширяется, расширяется, и он пришел. О чем это говорит? О том, что не в идеологии коммунистической была проблема, а проблема в том, что некоторые государства хотят расширить сферу своего влияния, занимаются экспансией. Видимо, им мало земного шара, им мало места на земном шаре, или для них мало ресурсов на земном шаре. Большое количество природных ресурсов на территории России. Поэтому все это идет вокруг России. Все методы пытаются что-то отобрать, дестабилизировать. Мы говорили на эту тему. Поэтому глава российского государства заинтересован в том, чтобы вокруг России были союзные государства, государства, которые относятся миролюбиво к Российской Федерации. Это очень важно. Заинтересован в том, чтобы государства, которые находятся рядом с Россией, были стабильны. Это была настоящая искренняя заинтересованность, она была озвучена. Я, конечно, разделяю эти подходы. Я очень хотел бы, чтобы мы здесь, в Абхазии, на нашей территории, с учетом нашей истории, с учетом нашей географии, чтобы мы здесь производили, извините за это слово, положительные эмоции и симпатии к великому российскому народу. Я очень рассчитываю на то, что там тоже это происходить будет, там это происходит, но так просто, в чистом виде не бывает дружбы между народами. Эта дружба требует того, чтобы за ней ухаживали, ее нужно поливать, ее нужно окроплять, она должна проходить через власть, власть должна способствовать этому. Поэтому мы на эту тему тоже говорили. Я хочу вам сказать, что за то время, которое мы общались, я не услышал ни одного слова, ни одной интонации, ни одного намека, который не соответствовал бы моему видению наших взаимоотношений, или которые хоть как-то свидетельствовали или намекали бы о том, что нет симпатии к Абхазии и так далее. Абсолютно такого не было. В этом смысле встреча была блестящая. Я очень сожалею о том, что присутствующие здесь и многие другие уроженцы Абхазии, жители Абхазии не имели возможности в прямом эфире все это видеть. Тогда мне было бы проще это все вам говорить. Вы сами все увидели. Мы имеем очень серьезную поддержку. Нам нужно это ценить, нам нужно эти отношения дорожить, нам нужно эти отношения развивать. Абхазия признана определенным количеством государств. Мы признательны всем без исключения за то, что они нас признали. Но те взаимоотношения, которые имеют место быть у нас с Российской Федерацией, они не имеют аналогов, например, с другими государствами. Потому что мы очень близки, мы очень серьезно нуждаемся друг в друге, и мы будем друг друга поддерживать. Я в этом уверен. Нам нужно всегда иметь аргументированную позицию. В наших отношениях не должно быть лжи. Наше «да» должно быть обоснованным, и если мы говорим по какой-то причине, что это невозможно, то эта причина должна быть веской и аргументированной. Второй вопрос еще был про гражданство. Значит, по вопросу двойного гражданства соответствующий документ очередной уже пришел, он находится у нас здесь в Абхазии и нуждается в некотором редактировании. Я правильно понимаю, да? По сути, эта вещь уже понятная и приемлемая. Нам есть определенная процедура, уважаемые коллеги. В нашем случае она короткая, но тут быстрее можем такие вопросы решать. Есть процедура прохождения документов. затягивание вот этих, как это нам кажется, затягивание, оно обусловлено вот этим процедурным моментом. Я вот пользуясь случаем хотел бы вас проинформировать о том, что 12 ноября, в день, когда прошла встреча с президентом Российской Федерации, парламент ратифицировал изменения, которые были внесены в соглашение о создании КЦ, и наш парламент ратифицировал соглашение о софинансировании деятельности МВД Абхазии. Эти документы тоже должны были быть подготовлены, реализованы в соответствии с договором несколько лет тому назад. Но они вот реализованы сегодня. Что это дает нам в практическом плане? Это дает нам в практическом плане существенную в нашем случае колоссальную поддержку, повышение заработной платы сотрудникам МВД как минимум на 75% материально-техническое обеспечение, значительное материально-техническое обеспечение. Только в этом году у нас будет возможность приобретения более 40 единиц специального транспорта для МВД в рамках вот этого соглашения. Кто-то может сказать, что это должно было быть раньше. Оно могло быть раньше. И наши сотрудники эту заработную плату могли получать уже в 2018 году. В 2018, в 2019, в 2020. Все это можно было сделать, но по каким-то причинам этого не случилось. Будем заниматься этими вопросами. Вы знаете, я вот тоже нарабатываю определенный опыт в решении аналогичных вопросов. Опыт это вещь неоценимая. Но мы будем, мы придем к тому алгоритму действия, когда вопросы будут решаться максимально быстро. Я думаю, что соглашение о вопросах по названию документа правильно. Я думаю, прошло много времени, нужно было в первом полугодии 2021 года этот вопрос будет закрыт. Анжела Кучемеревна. Слава Георгиевич, когда Вы говорили про обсуждение вопроса по железнодорожному кредиту, Вы сказали, что ожидаете положительного результата. О чем идет речь? Речь идет о списании этого кредита или как-то продлении его выплаты? И второй вопрос, обсуждалось ли в ходе Вашей встречи с Путиным обсуждался ли вопрос продажи недвижимости? Что касается железнодорожного кредита, мы, конечно, хотели бы, чтобы он был списан. Там этот долг был реструктуризирован, но даже в таком виде для нас это неподъемно очень сложно, поэтому любое облегчение финансового времени для нас будет восприниматься как положительный результат. Может, будут уменьшены проценты, может, это будет еще большая рассрочка, но если нам крупно повезет, то это может быть и списание. Конечно, мы будем стараться сделать так, чтобы это было списание. вопрос так вставился, там так написано, мы посмотрим, как мы это сумеем реализовать. Вопросы продажи недвижимости мы как отдельно взятый вопрос не обсуждали, мы говорили о каких-то общих подходах. Мои дорогие друзья, я хотел бы на нашей встрече с вами я абсолютно уверен в том, что вы очень хорошо знаете договор, который подписан в ноябре между нашими государствами. Мы говорили о тех вопросах, которые в этом договоре отражены. Этот договор был, в этом договоре 24 ноября будет 6 лет этого года. 24 ноября этому договору исполнится ровно 6 лет. Так вот, в этом договоре написано следующее, совершая переход к качественному новому уровню межгосударственных отношений, в целях укрепления государственного суверенитета Республики Абхазии и Российской Федерации, принимая во внимание новые глобальные и региональные вызовы, что тут написано такие, да, мы договорились о проведении скоординарной внешней политики, создании общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе или при содействии Российской Федерации. А что, по-вашему, создание общего пространства обороны и безопасности? Что это такое? А что, по-вашему, создание общего социального и экономического пространства? Это унификация правил. А что означает создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых Российской Федерацией? А какие интеграционные процессы на постсоветском пространстве реализуют Российская Федерация? Вы расслышали о том, что очень часто говорят о союзе государств Россия, Белоруссия. Я, например, понимаю это таким образом. И мы обсуждали вот такие вопросы. Обсуждение носило исключительно открытый и доброжатый нахалаг. Это был обмен мнениями. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства и парламента. И будут вопросы, которые будут решаться нашим населением, нашими гражданами. Слава Богу, у нас есть такой механизм, как референдум. И мы этим механизмом можем воспользоваться не только для внутриполитических разбирательств, а во имя решения более глобальных вопросов. Я сторонник того, чтобы наши отношения союзнические, я специально ухожу от слова «партнерство», я это слово не употребил, с Российской Федерацией, на самом деле вышли на новый уровень межгосударственных отношений, как это написано в этом договоре. А для того, чтобы эти отношения вышли на новый уровень, положение этого договора необходимо реализовать. Ни больше, ни меньше. Речь не идет о новом договоре. Речь идет о договоре, который был подписан 6 лет тому назад. Аслан Георгиевич, Вы знаете, что недавно был построен мост властями Краснодарского края в село Аибга. Скажите, обсуждался ли этот вопрос на встрече с президентом России, а также обсуждался ли вопрос строительства тюрьмы в Абхазии? Спасибо. Значит, этот вопрос строительства навесного моста, этот вопрос не обсуждался. Но при этом президент России знал о том, что есть такой населенный пункт Аибга, и мы, значит, на эту тему говорили. Вообще, когда мы говорили о строительстве и капитальном ремонте старого пешеходного моста, когда мы говорили о том, что необходимо изменить режим работы на пункте пропуска ПСО, вы же видите, какие проблемы сегодня там происходят. Вот мы дали обещание нашим гражданам, что перевалка цитрусовых не будет стоить более 6 рублей. И это обещание мы пока сдерживаем. Но вот та разница, которая там изымалась, разница, которая оседала в карманах варья по обе стороны границ, они создают нам проблему. Вчера я дал поручение премьер-министру связаться с председателем федеральной таможенной службы. Это не позиция России, то, что там стоят машины, это позиция конкретных чиновников, которые хотят свои вот эти деньги, которым они привыкли выкачать с наших крестьян. Через несколько дней там произойдет перелом. Мы это все обсуждали. В рамках этого мы обсуждали, у нас работает и будет работать комиссия по делимитации границ. Граница должна быть очерчена, и она должна быть обозначена на территории. Очерчена граница, этот процесс называется делимитация, а обозначенная пограничными знаками и так далее, это демаркация. И я ему рассказал о том, что я знаю по населенному пункту Аибга, по тем документам, которым располагает абхазская сторона. Он это принял к сведению. Это вопрос, мы его обсуждали очень спокойно, он его принял к сведению. И там подтекст, он президент самой крупной страны в мире. Россия не испытывает дефицит в территориях. Вторая страна после России по территории, в два раза меньше России. Он эти материалы принял к сведению, сказал, что вопрос будет решен справедливо и законно, тогда, когда пройдет время. Сейчас наши комиссии будут работать, разграничивать наше водное пространство, потом будем потихонечку туда подниматься. Что касается строительства вот этого моста, перехода, вот я взял материал, для меня подготовили. Там, недалеко от этого моста, была, значит, они ее называли кладь. Вы, наверное, историю знаете. В царское время это был один населенный пункт. Когда создали Советский Союз, эти республики должны были очертить свои границы. Граница пошла по реке Псов. И несколько, в рамках одного села, один хутор остался на абхазской стороне. Но когда-то это, потом создали на российской стороне колхоз, там они прописаны. А эти вот земли, как пастбище и так далее, вот этот колхоз использовал. В советское время он находился в хозяйственном ведении у колхоза, земли, которые находились на этой стороне. Люди привыкли там немного, они живут по этой деревянным мосту, они ходили. Мост, значит, это обрушился, соответствующий, разрешили им ходить. В 2015 году они обращались. Мы, у нас нет постоянной дороги, авиасообщения. Они как бы люди, которые живут там, кто-то в аптеку, кто-то в больнице, кто-то что-то купить. Им так удобнее. Это же наши союзники. Это же мы, это же не есть граница с противником, где мы должны принимать другие меры. Поэтому в 2015 году они обратились к абхазским властям, чтобы разрешили ходить. Им разрешили ходить. Этот деревянный мост, он провалился. Было письмо обращения руководителя пограничной службы, в котором он пишет, это письмо у меня. Мы обратились вот эти люди, мы хотим построить вот этот навесной мост, не заходя в территорию Абхазии. Там прямо написано, потому что вот этот участок назвали несогласованным. Это вот, на мой взгляд, очень корректная формулировка. Это то, что он несогласованным, принимаются сторонами. Российские власти не собираются, как я это понимаю, осуществить аннексию этой территории. Там таких настроений нет. Там живут люди, которым нужно сообщаться с другими людьми. Если спускаться вниз, по мосту идти, это 20 километров крюк. А там река, наверное, ширину имеет, как вот эта вот наша комната. Поэтому такой подвесной мост сделали. Было соответствующее обращение, проинформировали, сделали. Ну, во время строительства там, может кто-то... Значит, детали я сейчас не скажу, но наши пограничники с российскими пограничниками договорились о том, что пограничные наряды будут контролировать перемещение на этом, через этот мост. С тем, чтобы по стороне люди не проходили. Чтобы контроль осуществлялся в том смысле, чтобы не было незаконных перемещений, грузов, товаров, запрещенных и так далее. Вот в таком режиме, в режиме добрососедских отношений, эта проблема будет решена. Я вот так ее вижу. Специалисты этим занимаются. Может быть, какую-то деталь я упустил. Может быть, я... Потому что люди выезжали на место. Там, кстати, мы в этом году построили свою заставу. Там она была в ужасном состоянии, но от заставы этот мост находится на удалении около 8 километров выше. Там мало людей проживает. Труднодоступные места. Ну вот договорились на этом этапе совместные пограничные наряды, чтобы выходили и контролировали перемещение людей через вот этот, как это называется, навесной мост, который был. Наталья... Вы знаете, строительство тюрьмы на этой встрече мы не обсуждали. Откровенно говоря, если я знал бы о том, что у меня будет так много времени, я бы этот документ тоже подготовил. Но мне сказали, что встреча обычно... Такая встреча, это 45 минут в час. И я не хотел, чтобы эта встреча... Я думал, что у меня будет 45 минут в час, поэтому я решил вот эти вопросы. И мы, во всяком случае, Владимир Владимирович во время нашего расставания сказал о том, что он часто бывает в Сочи и что я могу быть всегда у него... Что я могу... Что я... Вы будете желанным гостем, приезжайте, если нужно. Но я хочу этим воспользоваться уже для обсуждения других проблем тоже. Если позволите, я сразу три вопроса задам, чтобы лишний раз не беспокоить вас. Буквально вот за полтора месяца объединенная уже оппозиция обратилась к вам с заявлениями. Ну, если позволите, я напомню, значит, они говорили в начале... Ну, о той же Аибге, на мосту через реку. Они говорили, что вы собираетесь в Конституции менять, спрашивали. Считают, что недостаточно вы боретесь с ковидом. Ну, не вы именно, а власти. И последнее сейчас заявление было по майнингу, что тоже требовали прекратить эту деятельность, а не легализовать ее. Намерены ли вы отвечать оппозиции? И вообще, намерены ли вы идти на какой-то контакт с ними, общаться, там, диалог вести? Это первый вопрос. Второй вопрос. Частенько можно в тех же соцсетях прочитать такие упреки в ваш адрес, что вы излишне увеличили штаты и в кабинете министров, и в президентской администрации. Можете ли какие-то сравнительные цифры привести, насколько действительно увеличено или уменьшено? И третий вопрос, который волнует очень родителей, у кого есть дети, это онлайн-образование, которое, ну, как считают специалисты, губит наших детей. У нас активно сейчас пытаются продвинуть этот метод обучения, но даже в России, где все-таки технические, техническая обеспеченность интернетом намного лучше, чем у нас, не все получается. Вот как вы относитесь к такому обучению наших детей? Ну, с первого вопроса вашего начну с оппозиции. Я намерен взаимодействовать, поработать. Я хочу, чтобы вы знали, что я, мы, моя команда, мы не отвергаем добронамеренной критики, мы не боимся честной критики. И, кстати, нет ничего опаснее, чем этой боязни. Мы прислушиваемся к честной критике, и она нам идет на пользу. Я подчеркиваю к честной критике. Что касается вопроса, принимает ли наше государство необходимые меры в плане противодействия пандемии, ковида, вы такой вопрос задали, правильно, да? Я считаю, что я был один из тех, который очень часто выражал свое недовольство по отношению к людям, которым поручен это работать. Вы знаете, я скажу так, очень многое сделано в этом вопросе. Сегодня уже мы можем говорить о том, что ситуация будет контролироваться. Несколько недель тому назад я выступил с обращением к нашему населению. Вот на тот период, когда я выступал на борьбу с ковидом, мы уже потратили более четверти миллиарда рублей. После этого вы, наверное, слышали о том, что нам помогли еще. нам помог большой друг Абхазии Хазрет Медридович Сармен. Я как бы общаюсь с ним и в рамках одного из телефонных разговоров он спросил, как у нас обстоят дела. Кстати, мы с ним не смогли встретиться, потому что он из-за этого не выходил на улицу. Это было в Москве. Я ему сказал, что вот у нас есть определенные проблемы, но мы пытаемся решать. Я говорю, вам помогу. На второй день позвонила женщина и нам перевели 50 миллионов рублей на эти цели. Более того, сегодня буквально было принято решение о том, что мы можем и выделим на борьбу с этим заболеванием около 158 миллионов рублей. Еще. Значит, что мы намерены сделать в рамках, значит, сейчас я вам документы это найду, я извиняюсь, 152 миллиона рублей. А вот 9 ноября мы предусмотрели это помощь Российской Федерации и с помощью Российской Федерации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. До конца текущего года, согласно плану мероприятий, мы должны сделать следующее. Мы приобретем, значит, аппараты искусственной вентиляции легких 10 единиц, это примерно, это большая сумма около 15 миллионов, может быть, даже 20 миллионов рублей. Приобретение передвижных рентгенодиагностических цифровых установок в количестве 3 единицы, это тоже около 15 миллионов рублей. Приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов на 75 календарных дней на сумму 65 миллионов рублей. оснащение двух ПЦР-линий для диагностики на сумму 11 миллионов рублей. Планируется организация двух лабораторий, в том числе в Кагарском и Чемчирском районах. Обеспечение централизованной подачи кислорода в главном корпусе Кудаутского ковид-центра. Это тоже около 16 миллионов рублей. Все это будет сделано до конца текущего года. Обратите внимание, уважаемые друзья. Несмотря на то, что есть некоторые упущения, они безусловно есть. Есть, видимо, и злоупотребление тоже. Около 450 мест в Абхазии стационарных и небогатое абхазское государство лечит бесплатно. Такая установка государство лечит. Опять-таки есть определенное, видимо, злоупотребление, но мы пытаемся с ними бороться. но работа в этом смысле поставлена на должном уровне. Я хочу вам сказать, что в некоторых субъектах Российской Федерации дела могут обстоять в этом смысле еще сложнее, чем у нас. Но, несмотря на это, мы это обсуждали с президентом России, их помощь будет продолжена. Вот развертывал тот госпиталь, который развернули у нас здесь Министерство обороны Российской Федерации. Вот у нас проблема была в Кудавуте с КТ, с аппаратом. Сегодня, вторник, должны были привезти эту трубку, которая там вышла из строя. Мы это тоже наладим. Проблема противодействия коронавирусной инфекции, это проблема, которая находится под моим контролем, и мы в этом случае обязательно выложимся. Мы сделаем все возможное для того, чтобы эту ситуацию преодолеть. мы будем иметь возможность, мы это обсуждали, если пойдет процесс вакцинации, то мы тоже будем к этому приобщены. Поэтому вот так я это вижу. у вас еще один вопрос был. По поводу штатов в администрации президента мы штаты не увеличивали, коллеги, в администрации президента такого нет. Там и так было большое количество штатов, и мы пока это оставили как есть. И онлайн образование. Ну, а что по поводу онлайн образования, еще раз повторите свой вопрос. Я считаю, что пытаются не деть онлайн образование, но технически это в Абхазе невозможно. Может быть, технически это невозможно сейчас, пока, и не везде. Ну, как-то в России не получается. Имеется в виду, что дети онлайн не получают должного образования, чем когда они на его участие на группах. А это пытается все равно не делать. Как вы лично относитесь? Ребенок должен учиться в школе или теперь у компьютера и общаться как с педагогом? Ну, лучше, если ребенок учится в школе. Но для чего мы строим школы, ремонтируем школы, если мы не намерены в эти школы ходить? Я так это понимаю, что проблема связана с эпидемией, правильно? На период эпидемии такие меры приходится предпринимать. Об этом же идет речь, правильно? Нет? Да, да. То есть временно на период погрузить, где-то можно организовать онлайн образование? там, где это возможно, это же вынужденная мера, это не потому, что мы говорим, что какой-то прогресс, таким образом нужно действовать, и должна быть установка на видительное время. Это вот такая реакция на ситуацию, которая у нас образовалась здесь из-за пандемии. Мы понимаем, что это не хорошо, но это вынужденная мера. Там, где у нас это будет складываться, технически, где мы сможем это сделать, будем пробовать реализовать. На одном из совещаний вы поручили Минздраву узнать, как дела обстоят с вакциной «Спутник». И вроде бы дали какой-то срок, чтобы узнали и донести до нашего населения. Пандемия продолжается, и работа продолжается хорошая. Врачи наши сейчас показали не хуже героизм, чем во время войны 92-93-го года, но людские ресурсы не хватают. Большая помощь оказала передвижная лаборатория. Как вы думаете, может быть, еще можно попросить российскую сторону, чтобы они поставили такую же передвижную лабораторию в Гагарском районе, например, и в Ачимчишском районе, чтобы туда Варчельский и Гальский район тоже обращались, потому что нагрузка на героическую гудовудскую больницу просто колоссальная, потому что наши друзья, наши родственники там лежали, они рассказали, как оно есть, положительное, больше всего, но врачи захлебываются. И 26 ноября не за горами. Ваше мнение, как главы государства, стоит отменять или он будет отменен карантин? И последний вопрос. Вы Путина, президента России, пригласили. Вы сроки обговорили, когда мы его будем ждать? Вот по поводу вашего вопроса, вы, наверное, меня не услышали, вот перечень мероприятий, которые мы реализуем до конца текущего года. Вот тут написано, что оснащение двух ПЦР-линий для диагностики на сумму около более 10 миллионов рублей планируется организация двух лабораторий, в том числе в Гагарском и Чемчирском районах. Вы слышите меня, это будет сделано. Сейчас о чем-то еще просить на этом этапе Российскую Федерацию, пока мы не считаем это необходимым. Мы понимаем, что врачи устали, но вы, наверное, знаете о том, что на протяжении нескольких месяцев в Гудаутском госпитале работают российские врачи вахтовым методом. У нас тоже на территории Абхазии вахтовым методом работают врачи с разных больниц. Но сейчас мы отделение открыли в Гагре и в других районных больницах. Пока мы можем обойтись этими силами. Перечень мероприятий, которые планируются реализовать, я вас с этим перечнем ознакомил. Что касается ограничительных мер, я думаю, что эти ограничительные меры мы сегодня планируем это обсудить. У нас сегодня будет совбез и в ближайшее время что в этом ключе будет какие решения в этом ключе будут приняты, вы узнаете. Сегодня у нас в три часа собирается Совет безопасности, в том числе для рассмотрения данного вопроса. по приглашению я пригласил, по нему ничего он это приглашение принял. Мы никакие сроки не говорили. Я думаю, мы готовы в любое время с большим удовольствием и радушием принять президента Российской Федерации. Когда это будет удобно ему. Аслан герги пара, я шаршиз латшавиз аз зара ку ратшуб. Абст нах н кара бхал айз гас веб шарши. Наски ханткара хиалшой и отглаза аш абстах разухи. Ханткара без шах абст и без шах ац арар арчира. Ази я отиту и хацо геоб хератахума ха я отиту ратфол кице ги и хад аккоз аз аз бхан и шап ногу хак нук рта а аш ам лази я унцет убри ацара я хуп штук унцет 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 сайты обрезать его за счет пара хума чеки азинсов азима а в август не заусами аж дискомсет саванность обре шапку гуазикл зусу хаза кацан геходим из пара хума хаброблем украшен обреза рову за свадьбу в селте до брианта хокк шуток лаза шипа замест этим доллара табуаза шпатик эхар аборт кузик расход свой а вот эта способность добыть у себя в каком-то состоянии благословители. культура духа за шумацы аху пшу и добрый законы и псах тукар псах цер и апсаху и халшара пути и на курсины а скоро раха за ту и ахцут ахау и абсурдача хат на года катыша хат на год а царю татур порчу убрать шу царапа риле хработку успеяна какие планы какие возможности зарабатывать самим на решение своих проблем это первый вопрос второй вопрос вы очень много было критики да со стороны и вот и вас тоже когда вы были в оппозиции по поводу ндс налога на добавленную стоимость и были обещания его значит отменить что происходит сейчас в этом смысле и какие планы по ндс ну вы если имеете в виду меня в оппозиции было много людей ярких так скажем я всего лишь один из них я никогда не говорил о том что это с ндс необходимо отменить я говорил о том что необходимо внести изменения в порядок его взымания об этом речь шла если говорить об ндс и да не это две два принципиальных я про ввозной говорю о порядке его взымания я не говорил о том что ввозной ндс необходимо отменить я говорил о том что порядок взымания ввозного ндс должен быть другим соответствующее моему видению предложение было подготовлено и направлено парламент но она там не получила пока поддержки мы будем возвращаться к этому вопросу вот мы вы правильно подметили мы очень часто просим обращаемся к руководству россии с просьбами как бы нам самим заработать деньги косвенно мы на эту тему говорили елена для того чтобы заработать нам деньги нам необходимо развивать свою экономику ответ вы это тоже знаете а для того чтобы развивать нашу экономику нам необходимо принять ряд мер в том числе правы организационных нам нужно открыть свою экономику для того чтобы развить экономики нужны экономические идеи бизнес проекты а для их реализации нужны деньги Значит деньги должны быть привлечены. Нам нужны инвесторы. Другого пути у нас нет. Если говорить вот такими крупными мозгами, это же не экономическая конференция сегодня, я буду говорить такими крупными мозгами, нам необходимо часть наших активов поменять на другие активы. Вы меня слышите, Елена? Да, да, да. Часть активов поменять на активы, которые принесет инвестор и сделать совместный продукт. Мы должны развивать точечные проекты, мы должны развивать наше сельское хозяйство. Когда я говорил о том, что у нас граница, режим работы границы мы должны изменить, это тоже имеет отношение к экономической деятельности. Когда мы говорили о том, что нам необходимо запустить аэропорт, это экономически значимый проект. Мы об этом говорили. Когда я просил президента Российской Федерации продолжить программу инвестиционного соглашения по кредитованию бизнеса, это же не безвозмездные деньги, это деньги, которые должны быть возвращены, это тоже развитие экономических проектов. У нас, Елена, было подготовлено несколько программ, если вы помните, программа социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Большая такая программа, она даже была утверждена указом бывшего президента Хаджинга. Потом была разработана программа, которая была профинансирована руководителем нашей диаспоры, она называлась «25 шагов». Соответствующие поручения экономическим нашим ведомствам даны, с тем, чтобы они посмотрели, актуализировали вот эти программы, что-то там ушло, какие-то темы потеряли актуальность в этих программах. И работа такая идет. Тут надо обратить особое внимание на следующее. Вы знаете, мы начали встречу с президентом России и любые другие встречи, как правило, мы начинаем с того, что мы обсуждаем проблему ковида через призму, как сохранить здоровье людей. Это первый вопрос. И второй, последствия для экономики. Вот эти последствия, мы были скованы, мы не могли ездить к нам, инвесторы не могли приезжать. Вот сегодня впервые там прилетели по официальным каналам. В рамках этого говорить и о программах развития, пока мы не преодолеем этот кризис, очень сложно. Хотя работа идет, люди в теоретическом плане уже работают, рабочая группа создана. А сейчас при вице-президенте, вы знаете, там, если хочешь проблему не решить, а просто ее отложить, то создай, говорят, рабочую группу. Неправильно. Мы должны все эти вещи продумать. То, что сохранило свою актуальность из этих программ, мы этим будем руководствоваться, мы будем развивать точечные проекты, мы должны пересмотреть в какой-то степени наше налоговое законодательство, мы должны будем пересмотреть наше таможенное законодательство. Мы должны посмотреть, как наши экономические ресурсы ввести в экономический оборот. Как известно, у нас земля не продается, она принадлежит государству. Земельно-имущественные отношения нам необходимо провести в порядок. Нам надо пересмотреть, каким количеством земель мы располагаем и насколько эффективно этими землями пользуются. Нам надо посмотреть на такую проблему, как отданные в аренду территории и объекты, которые не функционируют. Это же тоже накопленная проблема. Часть бизнес, скажем так, проектов, вот в условиях города Сухум, слава богу, гостиница Абхазия, первый этаж, даже не гостиница, а вот на балконе, люди сделали кафе, уже что-то изменилось. Но там же есть напротив ресторан, который скоро обрушится, который стоит на воде. Это же тоже бизнес. Мы собираемся спросить у людей, что они будут делать с этим, когда. Мы вынуждены будем так себя вести. И люди, которые не хотят вкладывать в эти активы капиталы, мы с ними будем расторгать договора. Вот так я это вижу. Плюс к этому, мы на эту тему сегодня уже говорили, наши транзитные возможности. Ну, это большой глобальный такой проект, но мы хотим его задействовать. Я думаю, такое время будет. Это тоже деньги. Это большие деньги. Я готов быть в плане работы с инвесторами, прям помощником в Восточной Абхазии особенно. У нас нет промышленных предприятий. У нас очень разность большая потенциала в экономических западной Абхазии и восточной Абхазии. Отдельное направление работы – это привлечение инвестиций. Некоторые вещи будут отражены в моем послании Народному Собранию. Я не знаю, на эту тему я говорил или нет. Вот прогнозируется, что к весне 2021 года эта проблема с ковидом будет преодолена. Очень много изменений произойдет в экономике, в том числе и России. Почему я об этом говорю? Вот ряд бизнесменов хотели реализовать проект в Абхазии. У них бизнес связан с эксплуатацией коммерческой недвижимости. Вот это было, мы разговаривали с ними в апреле, в первую мою поездку в Москву, когда еще было непонятно, во что обернется, какие последствия будут у этой пандемии. Так я вот в телефонном режиме с людьми разговариваю, от тех финансовых результатов, которые они запланировали. И этот результат должен был быть инвестирован в экономику Абхазии. Они получают только 17%. И таких очень много, которые должны серьезным образом перестроить свой бизнес. Это имеет непосредственное отношение к нам. Это нам мешает. Поэтому мы более четкие ориентиры в экономике. План действий по выводу экономики из кризиса – это тот документ, который будет готов, я думаю, только в конце первого полугода, 21-го года. Мы будем действовать в соответствии именно с планами. У нас не будет вот такого движения хаотичного. Мы должны будем определить отрасли. Кстати, в этих программах кое-что в этом смысле прописано. Мы должны определить потребности финансов в этих отраслях, искать инвесторов и определять условия их работы в Абхазии. Только в этом рост экономики, только таким образом можно будет поднять нашу экономику. Поэтому мы рассчитываем тут на российских инвесторов и им будем давать предпочтение. Ну, понятно, местные наши инвесторы. А так вот. Аслан Георгиевич, вот все обозначенные на проблемы, значимые проекты, для их реализации необходима политическая стабильность в стране. И вот я, может, чуть повторюсь, но будет ли обозначена такая постоянно действующая площадка, где будет происходить политический диалог, чтобы все существующие вопросы, возникающие вопросы в оппозицию, в власти, чтобы они в таком режиме прямого диалога, постоянно действующие, такой консультативный, планируется ли такой формат. И в продолжении, естественно, очень многое значит для реализации этих проектов. Ваше взаимодействие с парламентом республики, эффективная работа правительства. Вот если очень коротко, какую оценку вы им даете в состоянии этих направлений? Значит, что касается взаимодействия и площадки, где на постоянной основе будет выстроена работа с общественными движениями, партиями, она просто необходима. И мы, я думаю, что в ближайшее время такая площадка будет организована. Это первое. Взаимодействие с парламентом, безусловно, ключевое звено для того, чтобы реализовать проекты, которые здесь были обозначены. Я вот на этой неделе буду встречаться с парламентом. Мы будем, безусловно, поддерживать. Друг друга я на это рассчитываю. Конечно, там могут быть разные точки зрения, но через это нужно будет пройти, через разность точек зрения, прийти к какому-то знаменателю. Ну, это обычный такой рабочий процесс. Я заинтересован в том, чтобы этому процессу придать, безусловно, системный характер. Это очень нужно. Ну, что касается общественных партий, движений, я очень рассчитываю на то, что мы будем руководствоваться все фактами. И я бы не хотел, чтобы озвучивались непроверенные данные. Я бы не хотел, чтобы была какая-то попытка дезинформировать население. Ну, это неконструктивно, это неправильно. Ну, любая проблема, она может быть обсчитана. Она имеет определенную историю. Есть люди, которые готовы, наверное, помочь. Хотелось бы в это верить. Люди, которые имеют опыт. Это все нужно учитывать. И то, что может быть полезно для дела, конечно, мы это будем приветствовать. Такие подходы. Ну, знаете, как я, что мы могли сделать для того, чтобы на этом этапе, или за это время для того, чтобы сблизить позиции сторон. Да, у нас вот уже так сложилось на протяжении многих лет. Как обычно выстраиваются отношения после того, как появилась новая команда руководителей. Я не знаю, я на эту тему говорю или нет. Я не думал, что вы этот вопрос сегодня зададите. Поэтому я с собой цифры эти не взял. Но мне представлялось, как главе государства, что первый шаг, который я должен сделать, я должен отойти от таких подходов, когда люди, которые не поддерживали меня, вот их там взять и всех освободить от занимаемых должностей. Ну, если вы обратите внимание на то количество людей, которые работают в правительстве, занимают высокие государственные должности. На их биографию значительная часть, около половины этих руководителей, это те, которые работали при бывшем президенте. Я могу вам назвать фамилии. Это был первый осознанный шаг. Я хочу ваше внимание на это обратить. Я назначил новых руководителей, назначенных мной меньше, чем тех, кого я переназначил. И это был специально осознанный подход. Я абсолютно уверен в том, что наши честные граждане правильно это оценили. Есть люди, которые это не оценили. К сожалению, есть мои сторонники, которые это тоже не приняли. Это я мог сделать, как глава государства, и сделал. Я тоже был кандидатом к президенту в 2014 году, проигравшим или не выигравшим. Можно взять, объективности ради поднимите список руководителей того периода, потом посмотреть, что было с ними после выбора и так далее. Но кадровые изменения в любом случае будут. И они никак не связаны с тем, работали люди в каких-то штабах или нет. Это связано с тем, они справляются или нет. По двум руководителям, к сожалению. Вот я вижу, что я не хочу сейчас называть их фамилии. Видимо, их придется поменять. Есть такие крупные руководители к концу года. Такое бывает. Задачи очень непростые. К чему я говорю? Это был первый шаг. И мне казалось, он был очень важный. Продемонстрирует всем, что глава государства демонстрирует вот такие подходы. Ну, если это кто-то воспринял, оценил, я им признателен. Если нет, ну нет, значит нет. Пока так. Поскольку здесь затронули вопрос работы высших должностных лиц, указ о структуре правительства действует до 31 декабря. Планируются ли какие-то серьезные, ощутимые изменения в структуре правительства или в системе управления? Это один вопрос. И второй вопрос. Мы все внимательно следили за событиями, которые были и происходят в Карабахе, и очень озабочены тем, что там имело место. Это, в принципе, то, что пока еще происходит. Есть ли какие-то, с вашей точки зрения, уроки, которые мы для себя должны извлечь из того, как развивались и события в Карабахе, и к чему они привели? Я думаю, что эти уроки есть. Вы знаете, в тысячи семей пришло непоправимое горе. В тысячи семей. В несколько тысяч семей. Первый урок – это цена миру. Очень важно, чтобы был мир. Второй урок – какими средствами мы можем обеспечить этот мир. Вы знаете, у нас есть глобальный вопрос, нерешенный, с Грузией. Какие-то налоги можно провести, правильно, между взаимоотношением Азербайджана с Карабахом, Грузией с нами. И на этом фоне, конечно же, очевидно, что во имя обеспечения интересов народа Абхазии на этом историческом этапе, да и в последующем тоже, очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией. Я говорил об этом вскользь. «Мир не стал более гуманным и более добрым». Кстати, мы обсуждали и такой вопрос. Война 2008 года существенно отличается от войны 2020 года, в том числе и в техническом плане. Знаете, как идет процесс компьютеризации, роботизации, как это называется, когда там для выполнения определенных функций, если раньше требовалось 10 человек, сегодня требуется 2 человека, компьютер или робот этим занимается. И военные действия тоже. А в каком уровне технического развития мы сегодня находимся? И наши вооруженные силы. Вы понимаете? Я сейчас говорю значительно меньше, чем даю возможность вам мыслить. Вы сами можете все домыслить. Поэтому наши возможности должны быть максимально использованы, наши возможности максимально расширены, и наше взаимодействие с Российской Федерацией должно быть максимально наполненным. Если мы хотим прогрессировать, если мы хотим развивать нашу страну. Вот такие уроки. Коротко. Я вообще советую вам провести круглый стол. Что получилось? Вы же видите, как там карта легла? Очень сложно в этом мире самоутверждаться, не имея большую, твердую поддержку. Очень сложно. Последние 30 лет. Посмотрите, какое количество конфликтов и войн. Передел миров, он не закончился. И, видимо, вообще никогда не закончится. А вопрос о нашей безопасности. Я как-то выступал недавно в парламенте. Давайте к следующей встрече мы с вами договоримся. В открытых источниках поинтересуйтесь, каким военным потенциалом располагает грузинское государство. Я, кстати, не ставлю знак равенства между народом Грузии и грузинским государством. В некоторых случаях это разная вещь. Посмотрите. В кое-что в открытых источниках это можно увидеть. Для каких целей этот потенциал накапливается и развивается. Кстати, армия Азербайджана, 30-летней давности, и армия Азербайджана современная, это две разные армии. Это тоже очень значимый и существенный фактор. Хорошо, что на Южном Кавказе есть такой мощный фактор, как Российская Федерация. Вот такие уроки. Аслан Георгиевич, скоро пройдет год с момента перестрелки на набережной Сухума у ресторана Сан-Рема, в результате которого были убиты трое человек. Хотелось бы знать, как продвигается расследование по этому громкому делу? Ну, я деталей не знаю. Этим занимается расследование этого преступления, занимается Генеральная прокуратура. Я знаю только то, что в мае этого года, потом еще позже или раньше, оперативными службами, это подчеркиваю, Службой госпезопасности Министерства внутренних дел задержаны лица, которые подозреваются в причастности совершения этого преступления. Я хочу ваше внимание обратить на то, что некоторые преступления, есть такое, требуют длительной работы над собой. Вы, наверное, помните о том, что был такой исторический печальный факт, убийство того же Зурабача, прошло уже 20 лет, преступление не раскрыто. Есть преступления, которые невозможно раскрыть, такое тоже есть. Но здесь, я сейчас деталей не знаю, но этим занимается Генеральная прокуратура, они этим занимаются. Оперативные службы по мере необходимости, по поручению следователей подключаются, идет работа. Скоро Новый год вместе с небольшим остался. Какой будет, на Ваш взгляд, 2021-го? Сложным, тяжелым и все-таки нам станет, наконец, полегче. Ну, 2021-го год, я бы хотел, чтобы он был мирным, это первое. Я очень рассчитываю на то, что у нас на фоне тех событий, которые происходят на Южном Кавказе, внутри, внутриполитическая обстановка станет рабочей. Я на это очень рассчитываю. Это очень важно, чтобы обстановка внутри была спокойной, рабочей, конструктивной. Вот те вопросы, которые я озвучивал, и те вопросы, которые мы не озвучивали, которые необходимо решить, все это можно решить только в условиях стабильности и мира. Гарантом безопасности нашего государства, конечно же, прежде всего, являются вооруженные силы Абхазии и Российской Федерации. Мы можем говорить, как бы ни было сложно, в мире, в рамках нашего Союза, который мы в этом смысле поддерживаем, да, военная безопасность, она обеспечена и будет обеспечиваться вооруженными силами Республики Абхазия и Российской Федерации. Пограничная безопасность тоже будет обеспечиваться. То есть мир мы обеспечим. Теперь нам необходимо обеспечить условия для созидания. А условия для созидания – это внутриполитическое спокойствие. Я очень хочу, чтобы журналистское сообщество вникало в проблематику, которая существует в стране, чтобы никто не передергивал факты. И вот в спокойном режиме критика допустима, если кто-то из руководителей нарушает существующие нормы, злоупотребляет. Мы только за, за то, чтобы вы это говорили, и мы будем принимать меры. Но расшатывание ситуации, нахождение поводов, в некотором смысле раздувание масштабов проблем, истерика – это недопустимо. Так ничего не сделаешь хорошего. Мы намерены действовать в таком ключе. Мы намерены действовать в законном ключе. Наши компетентные органы будут обеспечивать безопасность наших граждан внутри, в нашей стране, здесь. От всевозможных посягательств. От посягательств преступников, от посягательств тех, кто хочет ситуацию испортить. В данном случае я, прежде всего, имею в виду недружественные для нас силы. Вы не забывайте о том, что Абхазия является местом, где пытаются реализовать свои интересы не только спецслужбы Грузии, но и других государств блоков НАТО. Это делается вы. К сожалению, это закрытая тема, специфика такая. Этот фактор имеет место быть. Нам многие не простят какого-либо успеха. Есть могущественные силы, которые заинтересованы в том, чтобы у нас ничего не получилось. Это целые институты работают над тем, чтобы у нас ничего не получилось. Это как бы не на любительском уровне. И вы знаете, это государство и ряд других государств. Поэтому мы должны быть бдительны, мы должны беречь друг друга по возможности. Вообще, прежде чем что-то говорить, надо думать, как это отразится на ближнем. Внутри у нас, нам нужен мир и взаимное понимание. Я вот такой тон задал нашей беседе, спокойно, потому что только в спокойной обстановке, только вдумчиво можно решать проблему. Мне так кажется. Из неподтвержденных источников, Аслан Георгиевич, мне стало известно, что когда вы собираетесь на встречу с президентом России, ваша внучка просила передать какое-то пожелание Владимиру Путину. Что это было за пожелание? И об этом рассказали бы президенту России. Я вам скажу такую вещь. Значит, это пока секрет, если вы мне позволите. Чуть позже мы вернемся к этому разговору. Через одну пресс-конференцию. Ладно?